Управляющая компания «Атлант» выкатывает баки для вывоза мусора, а ДКХ препятствует этому и закатывает баки обратно. Такой аттракцион с мусорными баками на «Сиреневой-22» практически ежедневно с мая этого года жильцы дома отказались от услуг управляющей компанией ДКХ. Провели собрание и переизбрали новую УК, а выбрали «Атлант». Переворот произошел не без причин, рассказывают люди. А еще гнилые трубы в подвале. Дом, которому всего 8 лет рассыпается. На глазах у жильцов не было выбора, как обратиться в другую обслуживающую компанию. Но зайти на дом новый УК старая не дает, жалуются представители «Атланта». Ну вот, к примеру, вчера мы предоставили информацию для жителей по показаниям, по информации управляющей компании и уже все снято. Не разместить информацию, не зайти в щитовую, подвал. УК ДКХ не отдает ключи от технических помещений. Как заходить? Как-то так. Сквозь стену, наверное. Прежняя компания также не дает вывозить мусор чаще трех раз в неделю. Мусор складируется возле подъезда. Все это сопровождается уже скоплением мух. Мы тут задыхаемся от мусора, от мух и от всего остального. Потому как изначально у них, во-первых, из-за отсутствия средств мусор вывозят три раза в неделю. Новая компания у них шесть раз в неделю. Поэтому, в принципе, как и по закону, должно быть шесть раз в неделю. Но они не пускают мусоровозы. Прежняя УК базируется в этом же доме, на Сиреневой, 22. Сотрудников компании в момент нашего визита на месте не оказалось. В телефонном разговоре технический директор нам пояснил, что ДКХ свою работу продолжает, так как протокол о переизбрании новой УК подделан. Дело в том, что управляющей компанией «Атлант» было проведено голосование. И они предоставили в жилищную инспекцию протокол, который жители считают нелегитимным. Потому что там очень много фактов о подделке бюллетеней голосования. Получился резонанс. Люди начали жаловаться, говорить, как так, наши подписи подделали. Где-то прям даже номер квартиры, даже фамилии подделаны. То есть, допустим, Быкова, Баранова. Старшая по дому обратилась в суд. Тот вынес определение. На момент судебных разбирательств оставить дом на балансе ДКХ. Однако, как поясняет технический директор, жилинспекция не принимает этот факт во внимание. Люди, как между двух огней, на момент судебной тяжбы боятся, что плату за коммунальные услуги с них начнут требовать обе управляющие компании. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.